Юная Алина живет в Приднестровье не так давно. Коренная украинка говорит, у нее на родине память о Тарасе Шевченко чтят с особой преданностью. Поэтому девочка и решила принять участие в этом конкурсе. На Украине действительно много памятников, которые посвящены Тарасу Шевченко. Его там очень уважают. Всегда стремятся сделать то или похоже на то, что он делал, чего он добился в своей жизни. Жюри оценивало выступления участников по нескольким критериям. Дикция, выразительность, эмоциональное отношение и художественное восприятие произведения. Побороться за звание лучшего чтеца украинской классики решили более 60 учеников из городских и районных школ. Каждый из них понимает, зачем нужны такие конкурсы. Чтобы мы не забыли, кто это был. Это был очень великий поэт. Он поднял украинский народ на такую высоту. 200-летний юбилей со дня рождения отца литературного украинского языка изменил условия традиционного конкурса. Раньше мы проводили данный конкурс и учащиеся могли читать произведения Тараса Григорьевича Шевченко, о Тарасе Григорьевиче Шевченко и также произведения преднестровских авторов на украинском языке. Сегодня в связи с тем, что повторюсь 200 лет Тараса Григорьевича Шевченко со дня его рождения, в этом конкурсе произведения только Тараса Григорьевича Шевченко. Также в рамках празднования юбилея Тараса Шевченко в Рыбнице прошел конкурс сочинений среди школьников. Лучшие работы будут отправлены в Киев для дальнейшего участия в международном этапе конкурса.